здравствуйте расскажу вам сегодня одну страшную вещь это случилось у нас в родне в общем мой родственник в семнадцатом году ушел самовольно из жизни у него был бизнес и потом в общем якобы он залез долги в какие-то не смог выпутаться и вот эта вот причина почему он не смог выпутаться очень сильно нас ну как бы беспокоило потому что варианты были были тем более как бы с его связями с его коммуникабельностью в общем такого проблем то его жена потом все это разрешила ну вот он по какой-то причине говорил всем знакомым то что у него нет выхода и тяжелая вообще ситуация и в общем мы долго думали думали и вот сейчас мы все приходим к мнению а на днях это мнение как бы еще больше подтвердилась усилилась что дело было вот как у него был сын ну он и есть сын который любил играть огонечком палочки когда шашлыки делать он все время ходил с палочкой вот палочка бегал бегом и тут ему показалось что палочка потухла он подбегает берет розжиг бутылку с розжигом и льет на эту палочку ну может быть он на себя пролил я не знаю как так получилось только он сам вспыхнул он сам начал гореть его отец начал всячески тушите на к себе прижимал и в общем сам тоже ожоги получил и ну в результате новую бочку смог закинуть ребенка и в общем это помогло как нам сказали вот этот людям на будущее запомните что вода холодная она не дала вот ожогу пройти глубже в кожу ну в общем тут повезли скорую туда-сюда поехали в нижний и в нижнем мама с ребенком лежали значит в палате ну это как бы ожоговый центр там все с ожогами и там лежала женщина с девочкой и она в общем все переживала и плакала что их но приходят соцслужбы менты в общем все вот их вот мучают терроризирует а наша родственница на удивлялась на как у нас ничего нам у нас все нормально все спокойно все здорово и вот до нас а потом еще какой-то фильм фильм какой-то еще да вот его жена посмотрела фильм и она вдруг как вот как вот на нее снизошло то что их никто не беспокоил их никто ничем не мучил у нас у всех сложилось впечатление что родственник он просто приплачивал ментам он им заплатил чтобы их трогали как бы откупился чтобы не дергали семью чтобы никаких вот этих вот разборок не было соцслужбами и видимо они начали с него сосать эти деньги потому что он не играл он не пропивал их ну то есть непонятно куда большие суммы уходили а вот это вот все ситуация она все все объясняет и почему я про это про все вспомнила потому что на днях у другой родственницы дочка сломала ногу поехала купили младший доску с колесами не знаю как они называются это старший общем решил прокатиться и навернулась сломала себе ну какую-то косточку то в ноге и наложили гипс и в общем то на теперь скачет и к ним приходил участковый что для меня прям было это очень удивительно приходилось проверкой потому что поступил из больницы сигнал то есть значит такой практикуется действительно а так как они проживают в одном городе значит тогда сигнал должен был поступить на их никто не трогал вот тут конечно загадка и меня вот то что удивило то что ходит с проверками даже за сломанные ноги руки то есть проверяют я не знаю как в нижнем не знаю надо вообще поинтересоваться этой темой если вы сталкивались с этим потому что на детские травмы это достаточно частое явление напишите просто просто интересно действительно ли сейчас вот это все берут на карандаш контролируют и смотрят вот такая вот история печальная да с ребенком все хорошо но уже парень такой ожоги его зажили но вот отца не стало я вот тоже склоняюсь что да действительно деньги и так бы продолжали бы они и уже тут не открутишься тут уж как бы как в капкане в каком-то таким способом вот все закончил да